Путин и спровоцировал дело 6 мая Призывал, как и многие другие идеи, марша миллионов, она на этом и основана Пока, к сожалению, ну нет, вот в обществе у нас такой готовности Выходит много людей, но не в той критической массе, которая бы вынудила власти быстро отреагировать Значит, нужна долгая борьба И здесь любые действия, и подача петиции, и пикеты, и митинги, и шести Любые действия, они полезны Потому что это лучше, чем молчать Вот для меня это простая вещь, она абсолютно понятна Да, мы понимаем, что у власти людоеды, у власти люди, которые плюют на общественное мнение Но если вот так понемножку, как говорится, вода будет тащить камень Я думаю, мы в итоге придем к положительному результату Эти люди, которые сегодня пришли, это самые прогрессивные люди, которые не молчат Которые не бросают товарищей в беде Дальше мы хотим из этого развить массовый сбор подписей через новую газету Собрать 100 тысяч, может быть больше И дальше два сценария Или власть все-таки прислушивается И какие-то идут ответные действия Может быть, кого-то освободят Будет объективно расследовано событие 6 мая Если нет, это будет основа, база, мотивировка для нового марша Марша против палачей, который мы планируем на весну Ориентировочно на март месяц То есть, если быстро не удается добиться результата Значит, надо набраться терпения и действовать разными способами И петиции, и массовые акции, и обращения, и письма В совокупности, я думаю, это даст результат Потому что наши ребята сидят Каждый день они теряют здоровье Теряют время, их прессуют Они просто инвалидами могут остаться А с Далматовым ситуация, это просто трагедия Такую ситуацию надо делать, хотя бы что-то, что в наших силах Вот сегодня смогли люди выйти сюда, уже молодцы И информация дойдет до тех, кто сидит сегодня в СИЗО И они все-таки будут знать, что какая-то поддержка, хотя бы вот минимальная есть Это очень важно Я сам, когда бывал под арестом длительным, я знаю, как важна поддержка с воли Пускай тебя сразу и не освободят, но ты понимаешь, что не один Ты понимаешь, что о тебе помнят И это бесценно, это бесценно, поэтому нужны такие акции Нужны, и у нас сегодня цель, я отмечу, чтобы прошло без задержания Чтобы люди не пострадали, нам не нужны постоянно новые арестованные Поэтому пока все проходит вроде бы спокойно, я надеюсь, так и завершится Сергей, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы обратиться в ГАГский трибунал Собрать подписи, чтобы открыли дело против Владимира Путина Как инициатора репрессии в России Я думаю, мы должны этот вопрос обязательно продумать Это хороший сценарий, надо использовать и различные зарубежные структуры, международные институты Для того, чтобы оказывать давление на наши власти и добиваться соблюдения закона наших прав И освобождения невинно сидящих в тюрьмах ребят Поэтому я думаю, это хороший сценарий, мы его обязательно продумаем Вода камень точится Я считаю, что чем больше людей будут воспринимать лозунг один за всех и все за одного Не как кричалку на митингах, а как действительно лозунг солидарности И будут действовать, тем лучше Конечно, если бы очередь выстроилась сейчас до Красной площади, а не до улицы Илинка Вот это была бы другая совсем история, понятно Но для того, чтобы она выстроилась, надо, чтобы наиболее такие неравнодушные, наиболее энергичные, наиболее смелые начинали действовать Ну вот мы и начали Я тем не менее не считаю, что подача петиций, помятую о 1905 году, например Это какая-то акция, которую может к успеху привести в один присест, что называется Нет И мы должны готовить мощные акции весной Я думаю, что ключевая, центральная акция, это акция, посвященная годовщине 6 мая Я думаю, мы ее проведем 4 или 5 мая Естественно, требование освобождения политзаключенных там должно быть центральным и основным Возможно, мы проведем еще одну акцию, приуроченную началу сфабрикованных процессов над Узниками Болотной Я думаю, что суды начнутся в конце февраля, в начале марта Ну не сразу надо эту акцию проводить, надо ее готовить Но реалистично, что она может пройти там во второй половине марта, например Когда уже будет понятно, какие приговоры они там в Кремле заготовили и что они, собственно, хотят сделать Я уже Сергею Удальцову задавал этот вопрос, задам и вам Может быть, пора уже двигаться в сторону ГАГского трибунала, писать туда, под эгидой ООН, открывать какое-то дело против Путина Ну, смотрите, я... у меня есть определенный опыт борьбы в международных судах Вот, опыт этот, к сожалению, грустный Дело в том, что на Западе, открайно говоря, за границей нам не поможет, во-первых Это я просто хочу вам сразу сказать, за границей нам не поможет А самое главное, что они там никуда не торопятся Вот, помните, там был суд у меня с Лужковым по поводу коррупции в Москве и так далее Сейчас дело в Страсбурге Лужкову уже давно нет, Батуриной уже давно нет Ничего уже давно нет, да? Вот, коррупция, правда, Лужковская осталась, а дело не двигается Или дело, там, о моем аресте на Новый год, да? Они в Страсбурге решили это дело рассматривать в приоритетном порядке, в ускоренном режиме Прошло больше двух лет Они даже не приступали Поэтому я никаких иллюзий по поводу, там, Гааги, по поводу Страсбурга не питаю Там по десятке тысяч дел из России Вот, у нас судебная система не существует, она растоптана Люди, естественно, обращаются туда, а потом годами ждут Вот, собственно, что мы хотим еще там 10 лет ждать, когда там они дело Путина будут рассматривать По-моему, бессмысленное занятие Надо здесь действовать Учередь отсюда до Кремля, я вам могу сказать, это очень правильная задача, очень правильная цель Вот это будет замечательно Ну, я считаю, что сегодня тоже неплохо Достаточно холодно, выходной день, народ пришел, уже неплохо К тому же, так откровенно говоря, кроме вот социальных сетей Особой информации нигде не было Там Сергей написал блог, я написал на ихе Московый блог Там, вы об этом говорили Ну, в общем, немного информации Ну, может, сейчас еще подключим кого-нибудь точно Начнем собирать подписи вот под этой петиции Вот, потому что если соберем больше 100 тысяч подписей То это уже им придется волей-неволей как-то рассматривать Короче говоря, нечего сидеть на кухнях и ни черта не делать Надо действовать, вот все Вы считаете, что возымеет действие ваша петиция? Нет, не возымеет действие петиция Тогда какой смысл? И эта петиция имеет смысл главным образом общественно-политический А не конкретно юридический И я абсолютно точно знаю, что ни администрация президента Ни так называемые правоохранительные органы К нашему голосу сегодня не прислушиваются Но, во-первых, они должны понимать Что общественное мнение в России все-таки есть Они должны понимать, что их действия контролируются людьми Они должны понимать, что все, так сказать, это будет записано им в счет В конечном счете Понимаете? Все это будет им предъявлено И я думаю, что момент предъявления счетов преступникам в погонах Он не за горами Вот с этой точки зрения Эта акция имеет большое значение Ну и она имеет, на мой взгляд, смысл для тех, кто сюда приходит Потому что люди делают то, что могут Вот понимаете? Мы не можем У нас голые руки, да? У нас нет рычагов никаких государственной власти У нас нет миллиардов У нас нет вооруженных сил У нас нет под рукой Следственного комитета Мы действуем, так сказать, только теми инструментами, которые у нас есть Вот сегодня этот инструмент, вот эта бумажка То есть у нас будет другой инструментарий Мы им тоже воспользуемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!